Что за странный саммит провел Путин и вообще какое будущее ждет СНГ, об этом мы не только. Говорим с Владимиром Фисенко, политолог присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Владимир, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Но все-таки, как вам кажется, какие смыслы вкладывал Путин, когда собирал вот этот неформальный саммит лидеров стран СНГ? Я думаю, что этот саммит планировался заранее. И планировался он совсем с другими целями и задачами, нежели та повестка дня, которая была реализована сейчас. Я напомню, что как раз в эти дни, в конце года, должно было отмечаться столетие создания СССР. СНГ – это организация, возникшая на обломках СССР, формальный такой преемник в международном правовом смысле. Хотя и в момент создания СНГ была бледной тенью, и скорее такая просто попытка мягкого цивилизованного развода в рамках СССР. Эту задачу как раз СНГ более-менее выполнила, хотя и не полностью. А сейчас это организация, которая существует сугубо инерционно. Но, тем не менее, возможно, планировалось напомнить о том, что был великий СССР, что мы остаемся друзьями, партнерами, активно сотрудничаем, а Путин здесь главный лидер. Вот такая задача стояла. А в итоге все стало развиваться совсем иначе. Сейчас структура организации постсоветского пространства, которая создавалась в России, и где СНГ была таким изначальным фундаментом, она сыпется. Особенно в этом году. Вот огромные проблемы в УДКБ. Мы мало слышим о Евразийском Союзе, который как-то ушел в тени, из-за санкций там возникли и внутренние проблемы. Кроме того, обострились проблемы в отношениях между отдельными странами СНГ, в частности Армения и Азербайджан, Карабахский конфликт. И эта тема вот сейчас как раз вышла на первый план. Это одна из тактических задач. Точнее, не главное, и не из-за этого саммит собирали, но саммит стал площадкой, где это можно было обсудить на полях, в кулуарах. Попытка как-то все-таки остановить этот конфликт и опять продемонстрировать роль России как миротворца. Но инерционность, умирание, вот это главное, что характеризует нынешнее состояние СНГ. Эта организация ни на что не влияет. Даже вот в этой инфраструктуре организации постсоветского пространства, упорядочивание его, СНГ не играет никакой существенной роли. Только лишь вот как бы правовые соглашения на постсоветском пространстве, это единственное, что работает. Плюс неформальный клуб лидеров. Вот это Путину тоже нужно. И эта задача, кстати, вот сейчас, наверное, вышла на первый план. Ну, например, вот Путин, когда было 70-летие, он тоже собирал на неформальную встречу. Ну, как бы отметить свой день рождения в кругу партнеров, потому что друзьями их назвать сложно, ну, в кругу партнеров по СНГ. А сейчас Путину надо демонстрировать активность. Он же подменял большинство публичных мероприятий внутри России. И, тем не менее, ему надо показывать, что он активно работает, что он контролирует постсоветское пространство, что он остается здесь лидером, несмотря ни на что. И для этого саммит СНГ более-менее подходит. И вот самый пиар Путина, плюс решение вопросов, связанных с отдельными странами, попытка воздействовать на отдельные страны в интересах России, для этого этот саммит состоялся. Поэтому планировалось одно, получилось совсем другое, гораздо более скромное. И вот очень хорошо в вашем репортаже было показано это лица присутствующих. Я думаю, это самая хорошая иллюстрация, я бы сказал, ну, то, что называют психологи, body language, язык тела, язык выражений лица, я бы сказал, который характеризует их отношение к СНГ и Путину. Вот это ответ на ключевой вопрос, что ожидать от этой организации, на что она способна и что она собой сейчас представляет. Кстати, вот по поводу их отношений с стран, ведь, наверное, Путин еще хочет получить обход санкции от этого содружества. Как думаете, получится у него это? И если да, то кто на это пойдет? Ну, давайте так, с Лукашенко более-менее все понятно, да, он и кольцо надел единственное, да, из всех, кому были подарены эти странные подарки. Вот, а все остальные, как думаете, какие отношения между этими странами будут в будущем? Ну, кстати, про кольца это тоже такой интересный сюжет. Путин пытался окольцевать. Не получается держать их с помощью современных цивилизованных инструментов, то, что называется soft power, мягкая власть. Ну, не получается. С жесткой властью, hard power, с военно-силовым давлением тоже у Путина не выходит. В Украине он провалился. И уже даже вот история, кстати, в Карабахе, тоже там сейчас напряженная ситуация, связанная с российскими миротворцами. Уже и российских миротворцев не очень-то боятся и воспринимают. Поэтому вот такая специфическая замена, пытался окольцевать, но что-то без особого успеха. Поэтому для Путина сейчас надо просто сохранять хотя бы это символическое единство. На больше он вряд ли надеется. Он озабочен текущими проблемами. Ему уже нету каких-то стратегических важных задач. По санкциям. Санкции пытаются, конечно, Россия обходить. Они с весны попытались выстроить, отчасти это работает, систему так называемого серого импорта в обход американских санкций, западных санкций в целом. Но это работает не столько через страны СНГ, сколько через другие страны, которые так или иначе являются активными игроками в международной торговле. Это Китай, отчасти Индия. Ну, с Индией как бы нет прямой связи, но тем не менее тоже пытаются находить каналы. Турция. Вот через Турцию очень активно это пытаются делать. Страны СНГ используются, в частности вот Казахстан. Но скорее как промежуточные такие буферные пространства, через которые может идти этот серый импорт. Ну, то есть такие территории-посредники. Туда завозится товар якобы для Казахстана, а потом может переводиться в Россию. Да, в таких целях используется. Но, вот что интересно, даже в странах СНГ, там тот же Казахстан и некоторые другие страны, стали вводить ограничения на использование карточек МИР. Турция тоже сначала их принимала, вот эти российские платежные карты. Ну, в условиях финансовых санкций, санкций на систему международных платежей SWIFT в расчетах между банками. Часть российских банков, крупнейших под такими санкциями. И вот начали использовать платежные карточки МИР. Но и они в итоге попадают под санкции. И то, что Казахстан и большинство других стран СНГ вынуждены считаться с этими санкциями. Они прямо не участвуют в санкционном давлении на Россию. Тем более, они члены Евразийского союза. Но вынуждены считаться. Поэтому действуют очень аккуратно, очень осторожно. Так что СНГ в данном случае по санкциям не очень помогает. Тем более, Беларусь тоже под санкциями. Наоборот, санкции создали дополнительное противоречие, дополнительную проблему внутри СНГ. Санкции против России и против Беларуси показали, что Евразийский союз, а он же замышлялся как главный инструмент интеграции постсоветского пространства в последние годы, он сейчас создает, он не столько дает какие-то дополнительные преимущества в экономическом плане, сколько создает проблемы. Казахстан, кстати, я это знаю еще до начала Большой войны, да и до 2014 года я бывал, несколько раз в Казахстане, в том числе на конференциях, которые касались деятельности Евразийского союза, в Казахстане не скрывали своего недовольства. Они ничего не выиграли от Евразийского союза. А с началом санкций против России и Беларуси, наоборот, получили кучу проблем. И вот эти проблемы сейчас тоже разрушают изнутри экономическую интеграцию, которую Путин намеревался сделать главным инструментом нового объединения постсоветского пространства. Так что вот санкции работают даже в этом плане. Они СНГ, Евразийский союз разрушают еще изнутри. Ну печальная история вырисовывается для России, раз уж и страны СНГ отказываются подставлять плечо. Что уж тогда говорить о Европе и всем цивилизованном мире? Очень характерное заявление сделала глава оборонного комитета Бундестага. Она сказала, что с Российской Федерацией не будет нормальных отношений в течение десятилетий. Владимир, какими вы видите отношения Запада и России, ну хотя бы в ближайшей перспективе? Возьмем 2023 год. 2023 год будет годом конфронтации с Россией и попыткой цивилизованного мира, помогая Украине принудить Путина, путинский режим, ну если он, конечно, еще и выживет, уйти из Украины и закончить грязную кровавую войну в Украине. Вот это главная задача 2023 года для западных стран, для нас в первую очередь, принудить Путина силовым путем принудить, закончить нынешнюю войну, уйти из Украины. Конфронтация с Россией продолжится. Вот это заявление, которое вы процитировали, оно действительно очень показательно, потому что это заявление немецкого политика. Изменение отношений Германии к России. А Германия ведь была, по сути, не только до 2014 года, но даже после 2014 года, вплоть до 24 февраля нынешнего года, до начала большой войны против Украины, Германия была, возможно, главным проводником вот такой концепции, что с Россией лучше торговать, чем воевать. И что торговля с Россией, активные торговые экономические связи с Россией нейтрализуют агрессию российской власти. Не сработала эта концепция. И теперь в Германии мыслят более рационально, более реалистично. Они понимают, что будет период долгой, длительной конфронтации, и надо отказываться от ставки на дешевые российские ресурсы. По известной пословице, дешевый сыр или бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот дешевый газ, дешевая нефть тоже стали мышеловкой для целого ряда европейских стран. Этот урок осознан. И теперь там меняется глобальная экономическая политика, в том числе в энергетической сфере. А с Россией ставка делается на длительное противостояние, на новую, возможно, длительную холодную войну с Россией. Но главное сейчас это координированная помощь Украине, давление на Россию, чтобы Россия вынуждена была уйти из Украины и закончить нынешнюю войну. Вот, кстати, что касается Украины и Европейского Союза. Украина движется в Европу, становится частью Евросоюза. Что мы уже сделали и что нам еще нужно для того, чтобы вступить в семью Евросоюза и стать там полноценным государством, членом Евросоюза? Во-первых, отмечу, что один из главных политических, точнее даже внешних политических итогов уходящего года это получение Украины из статуса кандидата в члены ЕС. Еще год назад мы об этом даже и не мечтали. Вернее, как, мечты-то были, но они не были подкреплены какими-то практическими ожиданиями, практическими действиями со стороны Европейского Союза. Нам даже не давали записать в совместные документы четкие тезисы возможностей, перспективе членства в ЕС. Даже на это в Брюсселе не соглашались. Все поменялось. Героическое сопротивление Украины, демонстрация того, что мы, оказывается, можем быть очень мощным самоорганизованным государством, способным противостоять такой мощной силе, как Россия, способным защищать себя, это произвело огромное впечатление на Европу. Я считаю, что один из результатов нынешнего года это международное признание Украины, восхищение Украины, уважение к нашей стране, что в итоге дало статус кандидата в члены ЕС. Да и наступательность внешней политики. Это тоже очень важный момент, в том числе и на будущее. Мы выполнили практически все. Идут дискуссии по отдельным деталям, по отдельным пунктам того домашнего задания, которое Европейский Союз дал Украине после предоставления вот этого статуса кандидата в члены ЕС. Но это задание в основном выполнено. И в будущем году ожидается начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Чтобы не было здесь тоже каких-то чрезмерно завышенных ожиданий, я просто напомню, из опыта наших соседей, Польши прежде всего, Румынии, стран Балтии, Чехии, Словакии, такие переговоры могут длиться несколько лет. В рамках этих переговоров согласовывается план реформ, который необходимо выполнить Украине. Этот план тоже выполняется, тоже потребуется несколько лет на его выполнение. Но Украина есть сейчас потенциал для ускоренного движения в сторону Европейского Союза. И к тому же дополнительный фактор, который тоже будет нам помогать, это огромное внимание к Украине. И сейчас, для того, чтобы отразить российскую агрессию, и в послевоенный период. Европейский Союз уже задекларировал вместе с другими нашими союзниками, что нам будут помогать в послевоенном восстановлении. И это будет не просто восстановление того, что было, а формирование новой украинской экономики. Будут реформы, которые будут интегрировать нас с европейским экономическим, политическим, социальным пространством. Надо будет, кстати, решать вопрос, и это тоже может быть связующее звено между Украиной и Европейским Союзом, с новой украинской диаспорой. Значительная часть наших граждан, конечно, вернется в Украину. Я имею в виду тех, кто выехал, вынужденно выехал из нашей страны во время войны. Какая-то часть там останется. Но их можно и нужно будет использовать, как наш инструмент влияния присутствия в Европейском Союзе. Поэтому европейская интеграция будет активно развиваться. Это будет один из главных трендов для Украины. А также еще один тренд, на который я тоже обращу внимание, это формирование новой системы международной региональной безопасности, где Украина будет одним из ключевых элементов. И работа над этим уже не просто запланирована, она уже анонсирована. Уже в будущем году ожидается проведение международной конференции по реализации мирного плана президента Зеленского и как раз по формированию новой, более действенной инфраструктуры, архитектуры европейской безопасности. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи.